Короче, первое. Беларусь заебала дождями. Тут всегда дожди, вот всегда. Я думал про Питер Говорят, что там 50 солнечных дней в году. Не, хуй. Вот тут 20. И второе, это... Бля, мне почему-то пиздец, как хочется в уфер. Просто пиздец. Это еще и с автоматиком. Ты такой, типа, плюс-минус, щелк-щелк. И наслаждаешься. Блин, и вот эта сидушка выглядит удобно. И... Да я не знаю, короче. Это еще, получается, F-ка. 174 силы. И кардан. Не знаю. Хочу, короче. Надо подумать над этим. В принципе, отдаленно. Теория подтверждается, что я считал, что вот в маленькой картохе так же, как и в большой. Вот эта большая, вот эта маленькая. Как бы корыца разная. Но в целом, я бы не сказал, что тут разница в два раза. Плюс, говорят, надо брать маленькую, потому что ее, типа, готовят всегда при тебе. А... Ну, потом насыпают, типа, вот в эти вот бумажные хернюки, потому что надо дома стоять не будет. А вот в картонку насыпают, она там стоит полчаса. Странное ощущение. Потому что все белорусы говорят, типа, да оставляй мотик у подъезда, ничего такого. Да нормально, оставляй. Это так странно слышать, потому что на той неделе мне начали кидать видосы из Инстаграма. Там смарт в Уфе пропалился. Пиздец события. Короче, группа там ПДД всякие в Уфе. ПДД. ДТП всякие в Уфе. И всякая подобная хрень. И только за прошлую неделю, типа, двое разбились и двое мотика спиздили. А тут, типа, да нормально, мы все у подъезда храним. Это очень странно. Я не могу в это поверить сам. Но это прикольно такое ощущение, знаешь. Потому что там даже в Москве как-то стремно оставлять его за углом, там, где его, ну, не видно. А здесь, типа, да похер, у ПДДД оставь нормально, все будет. Это прикольно. Может, потому что они такие, типа, комьюнити люди. Потому что у них есть страсть к чатикам. Они, блядь, по любому поводу создают чатик. Вот есть у тебя мотик, тебя добавляют в чатик любителей мотоциклов. Купил ты себе Харлея, тебя добавляют в чатик любителей мотоциклов Харлеев. Купил ты Спорстер, тебя добавляют в чатик любителей мотоциклов Харлеев Спорстеров. И в итоге тебя добавляют в чатик любителей чатиков. Короче, они бьются на группы. И, может, поэтому они, типа, такие общительные, дружелюбные. И решают не пиздить ничего друг у друга Потому что люди из соседнего чатика Тебе дадут пизды потом Но я все равно не верю до конца В такой нюх Как человек из России Я не могу поверить Типа, да, ставь мотик на улице Все нормально будет Не-не-не-не-не Мне надо видео много лет здесь провести Чтобы начать эту ельц Я, блядь, знаю Как оно происходит Нахуй Поэтому я сейчас иду 800 метров До оплатной парковки Чтобы сесть на мотик Мне нужно вообще в обратную сторону Я иду 800 метров Соответственно, в противоположную От местного назначения Чтобы сесть на мотик И поехать, блядь, в обратную сторону Потому что мне нужно доехать на мотике До гаража, где мне дадут, наконец, дюймовый ключи на Харлей Потому что у меня По дороге раскрутилось, короче, от вибрации зеркало Я его подтягивал перед тем, как выехать Но, видимо, надо было до усрачки Я не знаю Любовь в вибрация сказала Иди-ка ты нахуй Вот И нашел одного чувака Одного чувака с дюймовыми ключами Покупать мне их лень Потому что мне их все равно везти Не в чем будет совершенно Вот тогда, вот тогда, вот тогда, вот так что это Вообще не представляю Похоже на мопед Максималочки, судя по всему Кожаный Кожаный салон Коричневая кожа нравится Но больше такой кирпичный нравится, конечно, салон Но это тоже ничего На дальняк ездить Нормально, нормально Валит, наверное Белорусы, кстати, нормальные ребята Спортсер Спортстер И Единственный кузов Бэхи Который бы я, наверное, хотел взять У меня даже был вариант Чувак в Москве Согласен был поменяться на Пупсика Ебать, еще один Короче Он был согласен поменять Или это не тот Не, по-моему Вообще, в боевой не шаришь Знаю, что вот этот кузов мне нравится Короче, все То, что он в GTA 5 был Но не поэтому, а потому что просто нравится Короче Чувак был согласен уже поменяться на Пупсика Я даже Артему написал Типа Глянь, что там И, короче, в итоге Чувак что-то там Забыл Я забыл Артем забыл, короче Они так и не посмотрели И не поменялись Но был такой вариант Да Вот я в ней посидел Просто вообще отличная штука Я в Уфе смотрел Была Такая же Только Красная, короче И угнанная Блядь Ну, там по документам все нормально То есть там Вин был перебит И в ПТС он был изменен Короче То есть, ну Дальше уже проблем с ней бы не было Проблемы были только в том Что в ней какую-то картоху перевозили Судя по всему И вспиздили И перевозили на ней картоху Так что по-любому Белорусы, наверное Были жуликами Которые это совершили Вот Она была вообще мертвая Но она стоила за то 400 тысяч Прям Ультра не то Может из-за Руля Поднятого С проставочками Это очень странно Но Вот это мне нравится Надпись Прям греет Одиннадцатое число И Я приехал пятого И вот я наконец-то Нашел человека С дюймовыми Блять С дюймовыми ключами Для Харлеча Чтоб потянуть зеркало Потому что у меня Разболталось Короче От вибрации Тараса нашел Блять Это единственный человек В Минске у вас Кто Умеет Иметь в наличии Дюймовые ключи Или Харлеча У него тоже Спорстер Заби что заехал Потому что Он хорошо что напомнил Про холостые Я все хотел поднять У меня холостые Стояли 950 По мануалу 950 1050 Должно стоять У меня стояло 950 Но он Так неприятно Иногда проваливался Где-то в 850 Изредка Но Не знаю Нахуй Нахуй Я поставил 1100 В пизду И вот сейчас Кстати Прям Хорошо стало работать Прям Прям нравится Он реально Кого-то дышать Стал Вроде херня Разница Но Заби что поднял И насчет сцепления Он ей подсказал Потому что У меня тоже вопрос был Что когда На нейтралке заводишь На передаче Такое ощущение Что мотик Немного тянет И вот Как бы Там Темка сказал Что это нормально Он говорит Что нихуя Ненормально Надо смотреть Ну Заби Буду смотреть И Я реально Не подумал Об этом Что Сошкивал Может хром Облазить У меня Он так Пальцем ткнул Показывает У тебя Хром лезет Я так Ёпта Блядь Точно Ну Типа Он Слазить Будет И захерачивать Ремень Поэтому Надо следить За этим Короче Пока Не критично Типа Но Надо иметь Ввиду Типа Вот А еще Я сегодня Окончательно Научился Белорусов Отличать По Разговору То есть Они вроде Говорят Точно так же Как Остальные Люди Но По Вопросительным Предложениям Их вообще Легко Спалить Я долго Не мог Понять Типа Оно Как-то Отличается Но Я не мог Понять Разницу А сегодня Я так Все-таки Запалил Вот Этот Вот Момент Когда Они Палят Своим Языком Все Выпросительные Предложения У них Реально Звучат Выпросительными Потому что Вот Когда мы Говорим Выпросительные Предложения Типа Че Делаешь Оно Точно Так же Звучит И че Оно Тебе Помогает Ну Все То же Самое А у них Это Там Звучит И шо Она Тебе Помогает И Короче Такая Хуйня И они Сразу Палятся Так Забавно И они Говорят Что Они Не Замечают Типа Этого Я Все Заметил Я Распасю Вас Короче Я Стартую В этот Бомж Трип 14 С утра Это Воскресенье Будет Я Через Вильнюс Вообще Мне сказали Лучше Через Каунс И Белосток Ехать Но Отдох С ним Как показывает Так Поеду Че Мне Выебоваться Вот Я Доеду Короче До Варшавы Получается 14 вечера Там Ночую Ночь Где-нибудь Пока Не знаю Варшаве Я не нашел Еще Не вертись Варшаве Я еще не нашел Где у меня Переночевать Далее В Берлине Чувак Макс Отозвался Хочет Показать Город Я Тоже Хочу Чтобы Мне показали Город Потому что Не хочу Приехать Так Типа Ну Берлин Классно Поехал Дальше Вот Так Хоть Че-то Типа Пойму О чем И узнаю Как живут Люди Потому что Вот это Мне на самом деле Очень интересно Мне как раз Интересно Как чуваки Наши Живут Где-то За границей Вот Об этом Я и хочу Познать Спрашивать Вот Получается Я дальше 15 с утра Из Варшавы Старту И в Берлин Приезжаю Где-то 15 в обед Там То потом Из Берлина 16 Нет 17 Уже получается Я с утра Старту И еду В Варшаву Обратно Если я Все-таки Задерживаюсь Точнее Не задерживаюсь В Берлине На Два дня И Пробуду там Один В итоге Я стартую Дальше В Прагу И В Праге В Праге Я буду 16 В обед Где-то Вот Из Праги Я стартую Обратно В Варшаву 17 17 Приезжаю В Варшаву Вечером И 18 У меня Самолет Оттуда До Рима Я нашел Лоукостер За 10 Баксов Короче За 10 Евро Не смог Удержаться Вот И Там Получается В Варшаве Мне придется Оставить Мотоцикл Где-то С 18 По 23 Я не знаю Где Не знаю Вообще Как это Осуществить Конечно Парковки Есть И все Такое Но Кроме Этого У меня До хера Экипа Будет Которого Я не возьму С собой Самолет И Надо Будет Где-то Оставить Все Поэтому Я не знаю Значит В Варшаву Пока Ничего Не понятно Я не знаю Где Ночевать Не знаю Где Оставить Шмот Не знаю Где Оставить Мотик Нихуя Пока Не понятно Но Надо Это Сделать С 18 По 23 23 Я Получается Прилечу Обратно В 11 20 Прыгаю На мотик И у меня Останется Еще В принципе Спокойно Два дня Почти У меня 25 Виза Закрывается То есть Я могу Доехать До Кракова Мне все Рекомендуют Краков Я 23 В Кракове Где-то Тогда Получается Ближе К вечеру Потом Могу Доехать До Аушвица Наверное Где-то Где-то Здесь Тоже Рядом Так Поглядеть Короче И 25 Уже Стартует С утра Спокойно До Минска Обратно Потому что Виза Блядь Закрывается Такие Такие Дела Такой Бомжетрип Денег Нихуя Нет Потому что Ну как Вы догадываетесь Наверное На зарплату Препода Нельзя Просто Взять И вон Евротрип На все Естественно Это То что Сейчас Нарисовано Это стало Возможно Благодаря Максу И Парню из Праги Я не помню Как его зовут К сожалению Потому что С ним не договаривался А с Максом Я много раз Уже созванивался Он мне Рассказывал Как лучше ехать Как что Соединился Чуваком Владимиром В общем Мы с ними Пообщались И Контакт Установлен К нему Я еду Точно Насчет Я пока Даже Не спрашивал Чувак Точно Это так Или нет И в Вильнюсе Кстати Чувак Тоже Отозвался Предложил Комнату И халявный Замок На Колесо Что я думаю Будет Не лишним В Берлине И Варшаве Вот Но На пути Туда Я не успею Заехать В Литву Поэтому Хер Ну В Литву То я заеду Я не успею В Вильнюс Заехать Полноценно Поэтому Я поеду Дальше Сразу На Варшаву Такие дела Короче Посмотрим Как пойдет Посмотрим Как Харлей Себе будет вести И самое главное Меня интересует То Я же не один Мы едем Вдвоем И Два портфеля С собой На Спортстере Сколько тут Тысяч километров Я даже не знаю Короче Короче Вот столько Часов Километров Не знаю 750 метров Короче Я думаю Это будет Довольно Не круто На самом деле На Спортстере Поэтому Я всего Поглядываю Объявления И я хочу Поменять На что-нибудь С доплатой И так далее Ну У меня Смарт же есть Я смарт хочу Все-таки Поменять Наверное На Мотик На Road Glide Какой-нибудь Или Victory Vision Я написал Владельцу Victory Vision Который У которого Сейчас Артемин Victory Vision Которого мы поменяли На Мерс Тогда Вот И я предложил Обмен Он сказал Окей Но доплата 300 тысяч Притом что Ну короче Это Это много Денег Я думаю Это Он немножко Загнул С ценой Потому что Ну Victory Vision Как вы знаете Они Теперь знаете Сейчас будете Знать точнее Они Нихуя Не продаются Они Стоят Блять Под 4 По 3 Года У людей И они Нихуя Не хотят Скидывать Сцену Потому что Они когда-то Взяли их За дохуя И их Бышмет Жабл Продать За то Что они Реально Продадутся Адекватная Цена Для Vision Я сейчас Думаю Где-то 500 600 Тысяч 600 Это прям Блять За последний Последний С АБС Со всей Хуйней Вообще А 500 Это Типа Ну так Норм Барик Вот Я написал Людям У которых Они по такой Цене Стоят Они Как Как Удивительно Не хотят Меняться На смарт Поэтому Поэтому Имеем Что имеем И еду я На спортсере Но мотик Заебательский Хуй там Что говорить Харлеич Блять Ну и последний Товарищ Я добавлю Ссылку В описании На карту Блять Да Добавлю Не хочешь Не смотри На нее Как бы Там будет Батон Поддержать Автора Если хочешь Вперед Не хочешь Напиши Пошел нахуй Не проблем Просто Сейчас Надо Наверное Снимать Какие-то Видео Надо Снимать Обзоры Блять А снимать Видео Про мотоциклы Без Камеры На шлеме Я не знаю Это делать Как обзоры Мотоциклов По картинкам В интернете Блять Так что Оно там будет И я думаю Ну как бы Камера нужна И это будет Не GoPro Блять Чтобы не было Такой Хуйни Что Пацаны Обзор Есть Звука Нет Нахуй Нет Я возьму Соньку Она будет Торчать Как говно Но Хуй С ним Она пишет Нормальный Звук Сонька Блять Сонька Артем Он тоже хотел взять Соньку Но его кинули Блять Суки Вот Поэтому Ну короче Я оставлю реквизиты Если хотите Вперед Не хотите Не вперед В конце следующего видео Я Вставлю Там Топ 5 Задонативших Короче Вот Ну и Можете писать туда сообщения То есть Если вы Что-то кидаете Пишите сразу сообщения Не знаю Хотите можете Там Инсту свое написать Не знаю Если вы там Какие-нибудь кошельки Из кожи делаете Напишите Блять Такая Инсту Делаю кошельки Из кожи Все что влазит Сообщение 300 знаков Туда Все это В конце видео Я запихаю Чтобы Не просто Типа Вот тебе Блять Вот тебе Сережа Блять На камеру А типа Ну Можно считать Что вы купили У меня рекламу Типа того Короче Пользуйтесь И ну И подпишитесь Что-ли Типа Мне надо Видеть Что кому-то Это интересно И что Я делаю Не просто Так По инерции Блять Что Во-первых Это Кому-то интересно А во-вторых Это интересно Мне На самом деле Пиздец Как Просто Хотелось бы Делать это Качественно А не Вот так Я Поhst То Ор Ор И Продолжение следует...